Здравствуйте, мои любимые зрители! Сегодня очередной влог и покажу, что интересно у меня есть. Подарили мне вот такую вот мультиварку. Брат, Полярис. Вот, пробую. И если вам интересно, то я сделаю обзор. Вы мне дайте, пожалуйста, знать. Такая интересная штука. Один раз я попробовала готовить. Получается очень быстро. Слышала, конечно, что не очень вкусно, но пока я еще не разочаровалась. Что вы думаете об этом? И нужен ли обзор на эту мультиварку вообще? Дайте мне знать. К ней шла такая вот книжка с рецептами. То есть тут много чего есть интересного. Если будет интересно, я буду показывать, как готовить. И из последних приобретений у меня появился вот такой вот фен-щетка. Это от фирмы Супра. И выглядит она вот так вот. Довольно-таки интересная. Сама крутится, сама взрывает. Ничего делать не нужно. Попробовала тоже. Если интересно, то мне напишите об этом. Показываю дальше свои интересные растения. Интересно, неинтересно. Это пахира. Пахира-акватика, которая растет в домашних условиях и дает иногда плоды. Можно размножать плодами, а можно размножать отростком с пяточкой. Таких сложных условий, то есть сложный уход, она не нуждается в сложном уходе. То есть она у меня растет и растет. То есть иногда сажает несколько растений и переплетает. Вы, наверное, видели. Также тут у меня примастились лимоны. Но это молодые растения. Здесь у меня росло авокадо, но оно почему-то у меня загнулось. Но не до конца. И вот у него был один ствол. Сейчас вырос второй. И вот такой вот толстый уже становится. Ему больше двух, наверное, лет. Очень высокая вот видно, наверное, да? Растет и растет. То есть я его поливаю, опрыскиваю иногда, хотя это и оно не нуждается. Но боится такого сильного солнца. На темной стороне окна тоже плохо растет. А так очень интересное растение. Вот у меня уже два ствола. Но так как оно уже у меня деревенело довольно-таки такое уже твердое, я его не переплетаю, потому что боюсь, что оно у меня сломается. Вот это вот у меня начало. То есть так вот оно растет ввысь. Оно очень уже большое стало, и поэтому если у вас есть такие подобные растения, расскажите мне именно даже можно об этом же растении, потому что мне интересно было бы вообще я бы хотела сделать переплетение, как вот показывают. Это растение как у меня появилось. Я зашла в магазин и увидела такой вот маленький крышечек и купила. И вот оно буквально за 2-3 года, если не ошибусь, выросло вот такое огромное растение. Кто спрашивал насчет моей рассады, рассада вытянулась довольно-таки уже стала большая, но сегодня уже какое число на улице у нас до сих пор очень холодно и сегодня шел снег. Вчера тоже нулевая, минус, я не знаю как у вас, но у нас вообще творится что-то невообразимое и очень холодно, хотя мы вроде как на дачном участке перекопали землю, но но-но-но идет снег. Вот так, что они у меня уже большие, хотят уже в грунт, но пока нет возможности. Также хотела вам показать посылочку, которую я заказала с сайта с одного. Вот такая вот блузка, пока все не глаженное, но только-только пришло. Такая шифон, не шифон, с виду вроде как огромная, но в деле вроде смотрится ничего. Размер L мне показалось конечно, что она небольшевата, а вот эта вот безразмерная, вот эта разлетайка, даже платье очень огромного размера, с таким цветком. Красиво смотрится, но для меня очень большой. Также я еще заказала, вот у меня пришли такая бижутерия и такой кулончик. Кулончик мне очень понравился с такими бусинками. Также бы хотела показать, как поживают мои орхидеи. Интересно, стоят такие, пока цветочков нет. И сегодня хотела также еще немножко показать вам зарисовки, наверное, так. Несколько дней назад мы большой компанией ходили в лес. Было день рождения и была замечательная погода, больше 20 градусов, представляете, было, три дня назад было больше 20, а сегодня 0-4, вообще разница. Так что всем спасибо за внимание, надеюсь, вам понравился мой влог. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА